Всем привет, с вами снова Эмп, и это следующая часть марафона по Килинфлуру, и в данном случае мы попали на карту Ад, ну или Хэл. И здесь, прям, говорится, просится на ручки перк Фаербак, или Поджигатель. Так как мы уже просмотрели саппорта полевого медика, команда Берсерка, осталось только, значит, три. То есть, Фаербак, Поджигатель, Демолишенс, то есть, Подрывник, и Шарпшутер. Ну, берем Фаербага, коль мы в аду, и поехали. Чем приколен перк Фаербак? У него есть сильное сопротивление к огню. То есть, у Поджигателя один из тех типов оружия, которое может вредить ему самому. То есть, если я сейчас под ноги выстрелю себе с помощью огнемета, который у меня в руках, получится так, что я себе снижу здоровье. И его вот эта вот особенность к сопротивлению к огню, этот урон снижает. Плюс еще у него есть, именно, точнее, сниженный урон к огню еще влияет на выстрелы Хаска. Дело в том, что они тоже имеют огненный урон, и поэтому пока вы играете Фаербагом, ну, Поджигателем, против Хасков вы, наверное, самый лучший персонаж. Но фигня в том, что у Хасков тоже есть сопротивление к огню, и поэтому, если вы будете пытаться жарить их с помощью огнемета, на это уйдет много времени, так как у них тоже сопротивление есть. Вот. Также у Поджигателя на определенные виды его оружия появляются после, по-моему, третьего левела прокачки огненные патроны. То есть, вы начинаете наносить урон не только за счет выстрела, но еще за счет того, что добавляется эффект поджигания монстров. Сейчас покажу. Ах, да, и еще у Поджигателя после третьего уровня появляются зажигательные гранаты. Да, вот, Флэйр Револьвер, ну, или Ракетница, как он в русской версии, ну, короче, Поджигающий Револьвер, лучше бы сказать, вот, это ДЛСное оружие, то есть его в стандарте нету. При этом у Поджигателя почти, самый, наверное, маленький выбор из всех оружия. То есть у него есть только Тренчган, то есть траншейный дробовик, МАК-10 и Огнемет. По-моему, это все, что есть в стандарте. За счет дела появляются Флэйр Револьвер и Хаск Фаербол Лаунчер. Хотя, может быть, Фаербол Лаунчер тоже идет за счет стандарта. Ладно, в общем, покупая МАК-10, это неплохое оружие даже для других классов. Дело в том, что он очень скорострельный, у него неплохая обойма и несколько обойм в запасе. Но именно для Поджигателя это оружие лучше всех, потому что накладывается, как я говорил, бонус к зажигательным выстрелам. Сейчас покажу. Так, на карте, кстати, АД. Вот, видите, кстати, вот я стреляю. И монстры просто сгорают заживо. На карте АД, наверное, тоже как и на карте Фаундри, которую я вчера почему-то назвал Фарготан, есть, наверное, еще меньше мест, где можно тупо держаться. Хорошо держаться. В данном случае это, как ни странно, вот это место с целой кучей выходов. Дело в том, что монстры здесь идут либо вот оттуда сверху, либо вот оттуда сбоку, либо вот отсюда. То есть, если вы даже стоите в одиночку, можно тупо торчать вот здесь. Даже если с учетом того, что вам могут напасть в спину, так как пространство довольно-таки обширное, здесь можно держаться. Также здесь можно стоять всей компанией. Один держит тот выход, второй держит вот эту область, откуда будут сверху сыпаться монстры. А остальные будут стрелять вот сюда, потому что с того прохода вот они обычно идут. Либо отсюда снизу, либо отсюда иногда топают. И еще нужно держать вот этот вот проход с лестницей, потому что монстры начинают еще сыпаться вот отсюда. Как вариант, можно заварить вот эту дверь и не дать им зайти вам в спину. То есть, бежим. Перед волной, конечно, завариваем вот эту вот дверку. И как бы, на народу вам в спину атаковать будет меньше. Можно, конечно, еще тут стоять и обороняться, но... Ну, как бы, по типу, что здесь даже проще, я бы сказал. Потому что монстры сыпятся только вот с этого прохода и с вот этого. Но по какой-то невонятной мне причине, сколько раз мы здесь командами не стояли, нас всегда вырезают. Вот не знаю почему. Вот просто вот место какое-то, ну не знаю, ну проклятое, даже если это карта ад. Самое лучшее, обычно, где чаще всего выживают люди, это вот эта вот большая площадка. Некоторые иногда стоят на вот этом вот уступчике, вот тут, и стреляют монстров вот с этого прохода и с того. Но фигня в том, что здесь слишком близко расположены вот эти два выхода. То есть, если монстры начнут заходить с них, придется постоянно их отстреливать. Они могут слишком близко подойти или подбежать. А в случае, если это флешпаунт и остальные, это вообще проблема. Этот проход тоже как бы не слишком удобен для обороны. Видите, дырки в потолке, из которых могут кто-нибудь прийти. Ну и плюс целая куча выходов крестообразных. Не пойдет. Еще одно интересное место для удерживания обороны. Сейчас покажу. Еще бы вспомнить, где оно, правда. Потому что на карте ад я очень-очень редко играю. Почему-то люди не любят ее. И я, в принципе, и понимаю, почему они ее не любят. Здесь очень много таких крестообразных выходов, где нужно контролить слишком большое пространство. Так. Это место находится справа от спавна. То есть, вот мы на точке спавна. Некоторые даже стоят здесь, но оно тоже не слишком удобно. Ибо нужно стоять, стрелять монстров отсюда, отсюда и, соответственно, вот отсюда. При этом они еще сыпятся с этого прохода и с вот этого. Вот. Вот здесь. Некоторые любят заваривать вот эту дверь. В принципе, это бесполезно. Потому что, если отойти чуть дальше, монстры здесь просто не будут спавниться. Вот. Вот это вот длинное колбаснообразное пространство. Ну, коридор, короче говоря, длинный. Из-за того, что здесь вот именно большое пространство для маневра, здесь очень просто обороняться. Тем более, монстры будут идти всего лишь с двух выходов, на самом деле. Если толпа стоит вот здесь, они идут либо вот отсюда, либо вон оттуда. Очень редко слабые монстры сыпятся вот отсюда. Но так как я сказал, что если заварить вон ту дверь, и близко тупо не подходить туда, то и монстры, соответственно, будут идти только вот с двух проходов. С того, вот откуда они идут сейчас, и вот отсюда слева. Так что, если команда, в принципе, стоит вот тут. Ещё можно стоять, конечно, вон там вот. Вот за вот этой вот большой колонной. Или башней, чтобы это не было. Вот в этом месте. Как бы на самом деле, если бы не одно но, это было бы, наверное, даже идеальное место для обороны. Дело в том, что здесь два узеньких выхода. Сейчас покажу. Два узких выхода с этой стороны и с этой. Хорошее простреливаемое пространство, докуда бы монстры не могут вас достать. Но, как я сказал, было бы всё хорошо, если бы не одно но. Вот это яма. Дело в том, что это тоже точка спавна. То есть, если вы стоите здесь и на начале волны, скорее всего, все монстры будут сыпаться, выпрыгивая из этой дырки прямо... Прямо вам на голову. То есть, если бы разработчик не сделал сюда точку спавна, это, наверное, было бы идеальное место для обороны. Как я уже и говорил. Эй, маллиттл пони! Горите в воду. Хе-хе-хе. Как только с него сойдёт огонь, ещё раз выстрелите и ждёте опять, пока нанесётся урон. Как бы это позволяет экономить патроны на все оружия, а у поджигателя их очень мало. На самом деле, вот 160 литров, я бы сказал, или что там у него, граммов. В общем, короче, 160 патронов, грубо скажем, в огнемёте на три обоймы. Это на самом деле мало. Если без остановки начать вот так вот жарить, как делают некоторые новички, у вас очень быстро всё уйдёт. Даже огнемётом нужно стрелять очередями по одному-два вот таких вот выстрела. Дело в том, что огнемёт пробивает монстров насквозь и зажигает тех, которые находятся даже позади того, в которого вы стреляете. То есть вы можете в узком проходе, соответственно, двумя-тремя выстрелами поджарить целую толпу. И просто подождать, пока они погорят. Только когда, если к вам очень близко подошли сильные монстры, желательно тогда уже устроить вот такой молнии ад. Так, ну, я никогда не любил особо огнемёт, я им плохо управляюсь. Я люблю связку МАК-10 и Тренчган. Ну, торжение дробовик. Кстати, я говорил в одном из предыдущих видео, когда играл за техника, что если взять вот это вот оружие в руки техника, к нему добавится бонус от урона от дробовиков. И ещё это оружие, у которого по умолчанию есть зажигательные снаряды. То есть любой перк, который возьмёт его в руки, будет стрелять зажигательными патронами. Единственное, это оружие не слишком хорошо против Хасков. Так как, по сути, у него, по-моему, если не ошибаюсь, вообще нет урона от пуль, как таковых. Потому что мы стреляем именно полосками огня. Но он очень мощный. И у него, в принципе, неплохая скорость атаки. И, как я уже говорил, я очень люблю дробовики, которые перезаряжаются по одному патрону. То есть я могу без остановки бегать, если надо досылать сколько нужно патронов. Не особо не обращать внимания на перезарядку. Потому что даже один патрон может спасти жизнь. Вот. Ну, а если дело дойдёт до жареного, у меня есть МАК-10. Некоторые люди ещё стоят вот в этом проходе, но... Тогда приходится контролить три выхода. Вот этот. Соответственно, вот этот. И вот этот. Что не очень удобно, когда вы играете в одиночку. Ну, если у вас есть два человека, хотя бы минимум, тогда можно. Вот именно, как я уже говорил, самое идеальное это, куда я сейчас, в принципе, после магазина направляюсь. Это там, где мы стояли в самом начале. То есть вот здесь. На вот этой вот зоне. Ещё, в принципе, можно купить оружие Хаска. Ну, Хаск, вот этот, Флэйр Ган, или как он. А, Файр Болл Лаунчер. Вот. Но он очень, зараза, тяжёлый. Ладно. Давайте вам пок... Ай, чёрт. Ошибочка вышла. Вот. Это очень точное оружие, на самом деле. У него почти нету разброса при выстрелах. У него одна обойма, то есть вы стреляете без остановки. То есть она тратит только энергию. Но её мало, видите? 200 выстрелов, на самом деле, может уйти очень быстро, так как один вот такой выстрел, он очень слабенький, на самом деле. Поэтому чаще всего пользуются заряженным выстрелом. То есть если подержать... Ой, простите. Чё-то сопли, блин, холодная погода эта. В общем, если подержать кнопку огня, у вас накопится заряд. И вы стреляете, и тратите почти 10 единиц энергии на выстрел. То есть у вас всего лишь 30 выстрелов с этой штуки, по сути, максимум. Но при попадании в голову с этой штуки, при заряженном выстреле, может уничтожить даже флешпаунда на высоких уровнях сложности с одного выстрела. Ну, минимум с двух. Это очень мощное оружие, на самом деле. Но оно, к сожалению, очень медленное, и близко лучше к себе, опять-таки, не стрелять. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, как только волна закончится, я куплю себе нормальный транширный дробовик, с которым мне проще действовать, чем с вот этой штукой. Потому что я не такой хороший игрок, на самом деле, за огнеметчика. Там нужно знать свои особенности. Ну, вообще, он, может быть, даже неплохим против сильных монстров с помощью вот этой вот Fireball Cannon. Но, все равно не мое. Как я говорил, мой любимый перк, это медик, чтобы меньше воевать, больше лечить. Как там говорят? Я не воин, я любовник. Что-то вроде, короче, такого. Ммм, Майнкрафт. Кстати, да, на Килингфлур есть карты майнкрафтовские даже. Кто-то подсуетился сделать, но они не являются официальными, поэтому в своем марафоне я их не покажу. У меня, может, где-то даже видео на канале было, если я, конечно, записывал это дело, так как я игрался на этих картах. Я игрался на картах Legend of Zelda, самые первые, типа, вернули. На карте Майнкрафт, на карте... На каких только, блин, картах я не играл манифицированных. Впрочем, это было весело. Может, когда-нибудь сделаю отдельно сборник видео по самым интересным картам для Килингфура. Но сначала закончим марафон. А это еще долго, так как карт официальных на самом деле много, плюс еще все уровни сложности. Не факт, что с первого раза я смогу это проходить. Это вам нелегкий уровень, как говорится. Ну, а там посмотрим. Напоминает чем-то архитектуру Властелина колец. Именно Мордора или... Как там, Кири Тунгл? Крепость, не помню точно название. То есть шипы, черное все, погодка. Неплохая, ну... Плохая, наоборот. Не хватает только глаза Саурона. Ну, в принципе, можно сравнить, что это он. А, и, кстати говоря, карта Властелина колец тоже есть для этой игры, на самом деле. Так, ладно, мне нужно больше двигаться. Вот. Вот почему я люблю дробовики с подзарядкой по одному патрону. И вообще, почему я люблю дробовики. Целиться не надо. Выстрелил и почти всегда попал. И даже в нескольких. Так, Хаск. Где-то есть Хаск, и для него у меня есть Мак-10, так как у него урон, как я уже говорил, с помощью... С помощью... С помощью... Обычных патронов. А, вон он. И готово. Да-да, товарищ. Продавец, я уже бегу брать тебя. Ну, Коль, дама просит, чтобы я ее взял, но почему я бы ее не взял? Хотя, мне больше интересует то, что у нее есть. Не то, что у нее есть, а то, что у нее есть вот это. Надо будет, кстати, попробовать, пока я буду играть за шарпшутера, ну, снайпера. Это брать и пройти... Ну, в принципе, легкий уровень сложности будет не так уж и сложно, коли это легкий. С одним вот этим пистолетом стандартным. Потому что у шарпшутеров, как я уже говорил, есть крит, увеличенный в голову, плюс еще с пистолетов и винтовок, увеличенный урон. Короче говоря, с обычного пистолета на легком уровне за снайпера будет играться даже, наверное, проще, чем с остальным оружием. Ну, может быть, патриарха только будет сложновато завалить, но челлендж устроить себе я могу. Поехали. Ха-ха. Ну, бабушке прорезался голосок. Хас. Кто-то говорил, что Doom, это игра, где нужно быстро стрелять. А! Kinect Floor, это игра, где нужно быстро стрелять. Ладно, ничего не говорю. Doom, это, конечно, это классика. Это, как говорится, равно начальник всех быстрых шутеров. Хотя первым, по идее, был именно, как First Person Shooter, это Wolfenstein 3D. Парочку даже записей у меня есть на канале, именно по Wolfenstein 3D. Надо, кстати, закончить прохождение когда-нибудь. Так как я его начинал, потому что мне было нечего делать с ноутбуком, пока я был в гостях у бабушки. Пока был у меня отпуск рабочий. Ну, а сейчас у меня есть комп помощнее, и, в принципе, эмуляция будет даже проще. Потому что там были кое-какие проблемы с эмуляцией даже такой старой игры, так как DOSBOX имеет свои замуты. Ну, эмулятор DOSBOX, кто-то знает. А, блин, грёбаная погода, когда же уже солнце будет? У нас уже два дня подряд на улице туча и морозилка. Ну, как морозилка. Тепло, конечно, плюс, но всё равно у меня мёрзнут ноги, и появляются сопли. И в этот момент говорить немного неудобно, когда ты начинаешь жевать их по ходу тела. Значит, не забыл перезарядиться. Чуть не совершил огромную ошибку, пойдя на высокую волну с помощью неперезаряженного оружия. Получается урон. Да, я ещё забыл показать на фаербаге работу его огненных гранат. Ну, смотрите. Вот так вот они работают. Взрываются, и по площади расходится огненный урон. Урона от взрыва у них, конечно, нету, только именно урон от... Урон от огня. Именно от волны. Урон. Бум. Остался один счастливчик, который может меня укокошить. Ой, бабушка. Прощайте, бабушка. Ай. Блин. Чё-то как-то с фаербагом у меня уже закончилась информация. Вообще, что можно делать. Видать, карта такая, на которой особо нигде не постоишь, не расскажешь. Ну и... Перк. У которого тоже не слишком много всяких достоинств. Ну, кроме повышенного... Повышенной сопротивляемости урона от огня. Я первый раз заметил, что туда падает, падает что-то вниз. Как-то во время боя никогда не обращал внимания. Ну, я, куски тел. Ничего такого. Чтобы в этой игре не вызвало бы... Неожиданности. Хи-хи. Ладно, 20 секунд пока поставлю на паузу хоть хлебну чайку. Так. Осталось ровно три волны. Это следующее и... И Патриарх. На, давай, иди сюда. К сожалению, у этого дробовика, так как у него патроны не имеют в себе, как бы, скажем, зарядов патронов и картечи, как таковых, они не пробивают монстров насквозь, в отличие от дробовиков у... у... у Перко-техна. Если бы так было, это был дробовик, у бы не было цены, так как можно было бы пробить монстра и зажать еще остальных, которые у него за спиной. Но, к сожалению, к сожалению. Сгорел на работе. В принципе, можно мне, наверное, не бежать, да, потому что... у меня уже максимально, наверное, патроны на всем. Ну да, 47-10 на МАК-10. Ну и одного не хватает на траншейном дробовике. Ну вот теперь хватает. Так что, в принципе, в магазине я сейчас бегать не буду. Это не имеет никакого смысла. А нет, не все патроны. Ну ладно. Плюс еще, если бы у меня... меня покоцали, у меня... был бы вот этот... жилет. Кстати, да. Никогда не говорил, но на картах иногда валяется всякое халявное оружие. Ну, собственно, вот я подобрал дигл себе. Халявный. В стандарте валяются всегда либо бронежилеты, либо топоры, либо диглы, либо стандартные дробовики, либо буллпапы. То есть почти самое простое... А, ну и стандартные пистолетики, да, я уже говорил. Да, вот такие вот еще стандартные пистолеты. Это, как бы, самое начальное оружие почти для всех классов, которые можно использовать универсально, я бы сказал. Поэтому они его положили. Что-то мощнее, типа вот рошейных дробовиков, там, дробовиков боевых, там, калашниковых, каких-нибудь огнеметов. По-моему, вот такого на картах найти нельзя. Еще можно найти бронежилеты, как видите. Ну и, соответственно, еще и ящики, в которых лежат гранаты, патроны для всех ваших оружий и тому подобное. Пришлось чуть-чуть отвлечься на клотов. Как хорошо, что здесь лежал бронежилетик. Бабушка, помолчите, я прекрасно слышу, что у вас плохая пенсия. Не стоит об этом так кричать. Хе-хе-хе. Черт, пора менять наушники. Заодно куплю себе, наверное, USB наушник, что может быть, это хоть как-то снизит шум моего микрофона. Что фиг его знает. А то у меня правый начинает заикаться. Именно правая колонка в лошнике. Бум. Так, вот патриарховский, патриарховская волна сейчас будет. И вот здесь, здесь стоит купить огнемет. Дело в том, что... Когда вы поджигаете патриарха, он становится частично видимым. Ну, то есть, представьте себе, что по улице бежит... Представьте, что по улице бежит... Сейчас еще вот это будем. Огромный мужик, который горит. При этом он наполовину невидимый. Вот вы примерно себе теперь представляете, как это работает. Поджигатель может маркировать для других игроков, где находится на данный момент патриарх. Плюс его постоянный урон... Эта штука как раз-таки очень полезная при... При волнах патриарховских. Потому что, если раз подожгли патриарха, и он успел убежать, Есть такой шанс, что вы снизите ему здоровье на максимум. Или даже прервете его... Эээ... Анимацию лечения. Дело в том, что есть такая возможность. Если вы успеете поймать патриарха и достаточно быстро снизить ему здоровье, Он не успеет вколоть себе аптечку, и вы его быстрее завалите. Как вариант, есть... Эээ... Что вы даже сделаете это с помощью огнеметчика. Так, но он заспавнился именно там, где я стоял до этого. То есть, нам нужно смотреть куда-то в эту сторону. Он может перейти обычно вот отсюда, либо вот оттуда. Редко патриарх выбирает себе дорогу вот оттуда. Также, почему я еще сказал купить огнемет. Если вы примерно слышите, где бежит патриарх, вы можете накрыть эту зону вот таким вот образом. И каким... И, в принципе, можете даже попасть в его. А там уже дело техники, как говорится. Я не показал еще за этот уровень флэйр ганы. Но... Флэйр револьверы, точнее. Но... Ну, сейчас вы их увидите в действии. Вау, сгорел. Но, в принципе, так они работают. Они наносят урон разрывной, огненный, но не наносят урон с патронами. Поэтому, если вы стреляете в них, ну, стреляете с помощью них в Хаско, это снижает их действенность, так скажем. Но, на самом деле, это гораздо лучше, чем огнемет, так как у них есть что-то вроде урона от взрыва небольшого. Поэтому, когда вы стреляете в Хаско, стреляете в него лучше либо с МК-10, если вы играете за поджигателя, либо с флэйр ганов вот этих вот. Потому что они ему наносят повышенный урон, больше, чем тренчган и, соответственно, больше, чем огнемет. Ну, в принципе, это все, что я мог, наверное, сказать, может, когда-нибудь еще чуть-чуть добавлю. Ну, всем спасибо за просмотр, с вами был ВМ, встретимся в следующих частях. Всем пока.